Ещё не нашёл место, где ты можешь провести Новый Год? Я знаю, где ты можешь это сделать. На тесте дроп уже завезли новогоднее настроение. Арканы на Рубика и куча сочных кейсов, которые удивят тебя своим дропом. А в Сикритшопе тебя ждут паки бонусов с халявными кейсами и не только. Санта летает и раздаёт призыв кейсе новогоднее чудо. Ну а с моим промокодом SHISPNG на 15% выполнению баланса ты сможешь получить ещё больше дропа. Ссылочки и подробности будут в описании. Приятного просмотра ролика. Здорово, парни. Сегодня у нас будет перезапись гримстрока соло-мид. Я им уже играл один раз на запись, играл много раз на стриме. Да, здесь руки нормальные, БХ неплохой герой сейчас. Сейчас давайте я времен замучу, расскажу. В общем, во-первых, хотел предупредить, что этот месяц будет объявлен месяцем ютуба. Я сейчас, наверное, до числа 7-8 там обращу внимание на стримы и т.д. Но при этом в будущем, скорее всего, я буду записывать видосы на протяжении этого месяца. Может быть, даже будет стримы только на ютубе. Поэтому этот месяц, он будет больше для ютуба. Я решил чередовать ютуб твич, посмотреть, что из этого выйдет. Иногда, конечно, будут стримы на твиче в течение этого месяца, но намного реже, чем в прошлом месяце. И так будем чередовать. В общем, сейчас я решил перезаписать гримстрок соло-мид. И мне сказали, что той сборкой, которую ты играешь, обычно выиграть тяжело. Поэтому я все-таки каждому из вас советую зайти в гайды доты и найти мою-мою-мою сборку. Было бы круто, если бы я ее нашел. Вот она, вот она. Выбрать. И тут есть сборка, по сути, на любые случаи. И вот этой сборкой скучно играть, но при этом я буду примерно такой играть. То есть, вначале мы начинаем практически с нуликом. То есть, докупаем два нулика на линию. В идеале, конечно, просить Часанга, мне дали всего одно. Ну и, то есть, на линии гримстрок стоит уверенно. В чем разница гримстрока на миде против гримстрока на оффлейне или гримстрока в пятерке? На гримстроке в пятерке вы максите третий скилл. Потому что сейчас он замакшен и дает, ну, в огромное количество урона. Плюс каким-то милишником со станом он просто уничтожает противника. При этом первый скилл сейчас на линии довольно-таки приятнее смотрится. Потому что он позволяет, собственно, вероятность удалять здесь ренджей. И помимо этого, видите, помимо ренджа я сношу ему огромное количество хп. То есть, в этом плане гримстрок как мидлайнер хорош. Плюс у него довольно-таки приятная тычка. Тут главное, опять же, эту тычку прочувствовать и уметь ей играть. Потому что, опять же, если вы не умеете играть за тычкой, то никакая тычка у него может. То же самое можно сказать и про тени. Потому что я, например, когда на тени играю, у меня тычка более-менее, ну, у него хорошая тычка. У него много урона, прикольная тычка, но при этом ей тяжело владеть. То же самое с личом. Вроде тычка прикольная, но если ты ей не умеешь владеть, ты не убьешь. В общем, на линии, говорю, у меня очень много урона. Это нужно помнить Задолжил, вау Но играем мы с макшеном первым скиллом В этом суть этого лайна Я буду с ним драться Потому что даже палка не особо поможет Типа у меня просто сам огромный левел Я его просто убиваю без проблем Но это опять же, он не умеет стоять против гримстрока мид И сразу же вам скажу, что большинство игр, которые будете брать гримстрока на мид Никто не умеет против него стоять Это герой не то чтобы сломанный Просто мало кто знает Какие у него Сколько урона наносит его скиллы на линии Я например сам, когда вот Думал о том, смогу ли я простоять против грима Я подумал, что ну блин, у меня будут проблемы Ну просто опять же, вот сейчас я возьму двойку Просто потому что он подставился, чтобы он будет с ним драться Я убью его Просрал чиф Чиф называется как? Мисс Чиф Вот, везем два нолика и после этого Я уже решил докупать себе ПТ-шку Потому что ПТ-шка это скорость стаки на линии Это урон на линии, это магическое увеличение урона Если мы превращаем его на интеллект Куплю себе вардик Ладно, сейчас я куплю В общем, на линии за счет ПТ-шки очень приятно стоять Я не хочу покупать какие-то гоны быстрые и прочее Я уже в такой сборке играл Эту сборку я считаю сейчас оптимальной Сейчас я двойку взял, потому что стою против макаки Героя, которые все время будут пытаться меня убить Но при этом, если я возьму двойку стан Ему ну очень неприятно против меня будет стоять Видите, развел его на мисс Чиф Приятно Плюс у нее прикольная анимация, потому что в плане ее можно легко фейкать Опять попал по нему Не могу из того, чтобы бороться Вот, как я и говорил Если он в двойку стану, ему просто очень неприятно Где они? Вот он зря начал с вами размениваться По-моему, он типа, ну да Он кажется, очень круто доджет Но при этом этого недостаточно, чтобы выиграть у меня линии Потому что у меня очень много урона на линии Замакшиваем палку и в странном двойку хватает Теперь нужно макшить пиявку На что в левеле ультимейт не берем Ультимейт берем только тогда, когда начинаем гангать В моей ситуации я гангать не особо собираюсь пока что Ну типа зачем мне гангать, если я могу убивать на линии щелла, правильно? Думаю, кларите Развести его на мяще После этого можно будет напасть Все, развел Ну прикольно доджет на самом деле, молодец Просто видите, в чем разница? Ему от меня тяжело будет отожраться Плюс зачем ты купил топор бесполезный Топор на макаку против меня, ну такое Ему нужно было быть с рубовином, чтобы пытаться меня на линии харасить Я просто запушил линию, беру в тройку Вот чек на руну Два кларите снова везу себе То есть вот эти постоянные повозки кларите, это нормальная тема Это замен на аркан вполне нормально В общем, до руны еще долго В плане до Этой руны плюс шайна Поэтому я скорее всего не буду играть вокруг бота сейчас Просто постою до конца на линии До пятой минуты На пятой минуте, возможно, схожу на шайна Хотя меня пока что на линии все устраивает Чел на линии особо не фармит Я его два раза убил Ну то есть я Обычно Мы хотим сделать так, чтобы чел тратил палку Так, он потратил мящеф снова Когда мы играем на макаке, мы хотим потратить палку для того, чтобы убить чела Но он тратил палку, чтобы убить в кларисе И при этом, потому что у меня было только шоста Он при мне не попал Только из-за хосты Он там что забрал Инфиз забрал Просто я не понял, он только что его не было видно Потом бах Ну это в целом не важно Если у меня будет бить, я просто буду на раздороде отбивать У меня была мана Получает 220 маны Все, мне хватает Можно ходить смело И не бояться Отлично, он еще и скилл потратил свой На самом деле, не больновато, но все, он ничего не делает Типа, я просто сам ошибся Ну, опять же, это мящеф, это просто великолепный скилл Который позволяет практически от всех проблем спасать тебя Ты просто жмешь мящеф, если ты какая-то кнопка летит И должен, на самом деле, не сложно Вот макака, наверное, даже прикольный для меня матча, потому что Как раз вы видите, что делать, если вы противника из героя, которые более-менее дожат ваши скиллы Сам тройка, потому что против макаки стоит, понятно Надеюсь Отлично, все, на шайн Нужно перегенится, тяжело пить кларити против макаки Просто потому что он постоянно его сбивает Но, типа, он не фармит Он фармит, но меньше, чем я У меня сейчас будет пт-шка С пт-шкой я смогу его просто тычками заебывать на линии Вот пт-шка И, наверное, еще одну кларити на фармлю И с пт-шкой кларити уже пойду Ну, лики не пережил, хотя я не думаю, что это что-то прям критически важное На самом деле, я мог бы взять Сайленс для того, чтобы он не мог задоджить Но я не уверен, что эта сборка была бы актуальной в данной ситуации Опять же, первый скил лучше кидать не только на рейджа, но и в ситуации, когда противнику нужно что-то доджить То есть, пошел Наверное, дроп уже Когда ему... Точнее, не доджить, а когда ему нужно добить крипа Он добивает крипа, а мы кидаем ему первый скил Кстати, да, он мне сломал вард, поэтому мне нужно перейти в сентри и сломать его вард Так, берем Вообще, сейчас в актуальное время макаки максят прыжок А не палку Ну, просто прыжком проще гангать, проще фармить Не знаю, будет ли он так делать Без понятия Просто нормальный макак должен на линии убивать Меня видит Он думал, что после палки пойдет меня бить, но он отбежал Сейчас с Эленсом убивать его буду Если он становится бить палку, он умрет Он не остановился То есть, видите, да? С Эленс на линии, ну, очень хорош Ну, просто я дурачок, что не стал его брать Я взял в тройку, зачем-то кнопки свои Кстати, да, сейчас можно немножко размикрить Иллюзиями подблочить в АК Сам героем буду бить То есть, можно даже вот так сделать Он сейчас уже на макаке сделал ТП Профт сбить меня Кларити Сбил Кларити Это еще раз доказывает то, что у него есть вард Ну, что тебе надо делать? Типа, вы же двоим часом врете Ну, ладно Решили напасть, погибли Большой довольно-таки у меня урон В общем, дальше я всегда выбираю между урной Человеку есть урна в команде На ПДЖ урна, может быть На БХ урна, может быть Ну, я просто не хочу покупать урну в этой игре Потому что у нас есть кому ее купить Но в целом урна хороший айтем Есть вариант купить артефакт, который позволит в командной доте взаимодействовать Скажем, какой-то дискорд или линза Которая также позволяет с дальнего расстояния спореспособности Ну, либо если мы хотим уже бегать и убивать То очень хороший атос, потому что это статы бонусные Вот я поэтому и куплю атос Мне просто нравится атос Типа, макака не отпрыгает от атоса Ему плохо будет Сейчас покажу, как за счет Сайленса Можно убить макаку Он меня видит, да Он меня видит 100%, я уверен Он не подошел на дальний, потому что он меня видит Ну, да ладно Он 0-3 Да, он 0-3, он ничего не сделает Еще, кстати, на нашу пользу Команда еще более-менее в другие линии доминирует Ждать-то не стоять под палку и по крипам Чтобы он не мог добить и крипов И меня прохарасить Все, отлично Он пропустил очень много крипов Очень плохо на линии Хотя он довольно-таки прикольно стоял на ней То есть доджил, кнопки Но при этом тяжело стоять против грима на миде Пойду пробую помочь Беру Сайленс двойку Чтобы быстрее взять его в тройку И тут уже палкой добиваю его Молодцы парень Размочу их Моя команда довольно хорошо играет У меня очень много УБХ, но, кстати, он играет без инвиза Не знаю, можем смотреть будет Реплей, потом будем попробовать так же поиграть Ну и мне опять же кажется, что инвиза все-таки очень важен Дайте мне на крипах на Сиды Не могу ли убить? Он решил остановиться, подраться Видимо, не понял, что я могу Сайленс обновить Костяное преимущество грим строка в миде в том, что никто не знает, как против него играть Я, например, если бы играл против грима, я бы не знал, какие у него функции на линии Может ли он меня убить или нет Ну, мне пока не так кажется Тут опять же золото мютель, передвижение Я пробовал играть в передвижение Мне понравилось, когда мне много денег на старте Поэтому я возьму передвижение Просто, ну, очень приятно 30 мс, вам кажется, что это мало Но при этом сейчас сапоги дают мс в процентах И этот 30 мс, это много больше, чем 30 Там процент Ну, то есть сапоги просто приятнее теперь покупать Купить транквилл на него, было бы еще прикольнее Так, у меня сейчас нету Нету маны Шайл должен катиться, да, через 40 секунд Но при этом я не уверен в том, что я хочу оставаться на этой линии Я дофармлю этот спот Ага, я его зафармлю Иначе я пойду до базы Чтобы быстрее бегать до базы Я могу еще опять на ловкость И включить, кидать на себя Инксвайл Уже забываю название кнопок А ксенксвайлом просто бежать за челами Бежать, то есть на базу Очень прикольно Очень ускоряет вас Вангуар тоже акс Но мне в целом все равно Потому что мои способности очень сильны Десятый левел Десятый левел Мне уже, по сути, можно прокачать ультимейт Так как у меня уже более-менее хорошие кнопки В идеале, конечно, было бы взять Фантом Эмбрейс В тройку Эту в двойку А потом взять ультимейт Но я все-таки взял стан в тройку Урона много Мы уже несколько раз это реализовали Поэтому это неплохо Кто не знает, как работают кнопки Вы можете открыть мой гайд И почитать каждую способность Что она дает То есть я там все конкретно рассказал Расписал У команды моя дарюча, на самом деле Десять минут Просто выносим У нас Брю очень оформленный Но мне не очень нравится, что он играет без инвиза О, наконец-то взял его Буха молодец, хорошо, герой играет Молодец, блять Забираемся в внешнюю башню Не скажу, что это прям Моя заслуга Но ты-то ранний Влад, Мерхадреско Это битмастер, это очень сильно Ты просто ведешь вперед с кабанами Ты играешь чисто в пассивку Так я говорил Ну такое себе Я бы убивал его Действительно Действительно Это Макс, ёбка А как ты его убил? Друзья, я не саппорт Гримм, я мидер У меня очень много урона Я понимаю На крипа кинул Энксвелл, чтобы застанить их хрифом Продолжу Только можно заметить, Энксвелл очень приятно Работает против их персонажей Вернулся, молодец Ну все равно, потому что мы уже рано заходим Такие обузы, когда вы кидаете на крипов Приходят с опытом Я там научился за игр, наверное 15 где-то Потом уже начал понимать, что так можно делать Возьму ультимейт Сейчас, чтобы ультимейт Можно кинуть Варора Ультимейт На этом Строн попробуем? Не-не, не надо На бремастере постарайся Вот сюда нажать свой ультимейт Ну я нажиму ультимейт А потом ты ультимейт Если вдруг какое будет Не вышло Ничего страшного Все равно их убьем Видите как много урона есть И грамотно использовать способности Настолько приятный урон Сразу же идет У нас мана нет и хп Пригонимся, можем по боту закончить После того, как мы купили Атос Я, например, люблю очень блин Просто потому, что с блинком Есть такая комбинация Кидаем на себя третий скил Блинкуемся Кидаем с упора второй И в этот момент, пока чел пытается Ломать второй Он станется 100% И во время стана Мы кидаем ему строку фейт Либо начинаем строку фейт После этого Инксвел Или инксвел строку фейт Блинк фантом эбрейс Коча комбинаций есть Также комбинации для инициации Для убегания Блин, как по мне Один из москвенных айтемов Поэтому вот я куплю сейчас блин Поехали продолжим У нас, кстати, никто вар не покупает Но они в целом не нужны Жалко Мы как еще Ну плохо Задушили его То есть, по сути, 12 минут Мы уже 10.04 Это просто Уничтожение Все карты Какой-то мидер Это у него 05 У него ничего нет У них как саппорт будет играть С таким стартом Любой герой сможет Убить макаку У него слишком много Да нет, ну блядь То мидер Даже знаешь Он блядь не должен Вот так отлетать Блядь От роумера Они все линии проебали Распокойся Проебал я все линии Все равно можно Комбэк Если вы умеете играть Да, безусловно Я начну драку Будь готов Акс без блинка, парни Вообще Атос очень хорош Потому что под атос Можно комбинировать Так, сделаю Под атос Можно комбинировать Все способности Скажи, можно использовать С ультимейтом Можно использовать Атос и первый скилл добивать Можем топ поломать Они все бегают Хих Кто не в курсе Пиявка третьего лейла Делает так, чтобы Они нужно было бить Три удара Пиявка второго Делает два Поэтому пиявка в три Намного профитнее, чем вторая Ее профит нам Здесь как можно скорее И надо даже мак Что я на саппортов Это все опять же МС тоже приятно Догонять с противников В силу перемещаться Птшка мне нравится на линии Но эта игра слишком быстро Заканчивается Поэтому как-то более-менее легко Ну и надеюсь Опять же Большинству из вас Это будет полезно Потому что Я доказываю Что можно прийти в мид Уничтожить мидера И в игре быть полезным Не теряться Это знаете По стилю игры Похоже немножко на скаймаг Герои То есть Вот Двоих нападаем Командка тоже подходит Два трека Опять же Пусть То есть Ничего сложного нету Герой реально Очень простой Для миды Как скаймаг Ты кидаешь две кнопки И побеждаешь линию Попробуйте Постойте Если вам реально Ну вы скажете Что это говно герои на миде Я это видос ударю Ну в плане Если с пруфами Докажете Что он слабее Там большинство героев Миде Я вот например Считаю что этот вот Герой реально заслуживает Внимания И все кто говорят Что когда я беру там Саппортов мид Мол это сразу руин Я много раз говорил Что если беру саппорта мид То скорее всего Я это тестил уже И этот саппорт Так называемый Как вы называете Он Поимеет Кнопки Которые И с айтемами Усилляются Намного сильней Скажем согласитесь Столбин С быстрым догоном И атосом Могут прям Намного сильнее выглядеть Ребят Видос не затянулся Был короткий Но я могу вас порадовать Как я уже сказал Видосы в основном Будут выходить на ютубе И стримы будут на ютубе Изредка Поэтому Я больше внимания Делю на эту неделю На видосы Поэтому все таки Не расходитесь ребят У нас будет много И у нас Грандиозные цели на этот год Поэтому я буду стараться Делать видосы регулярно Постоянно Ну Я думаю Эта игра уже закончена Мы уже идем в трон Тут уже последники Подсвечения дефа Поэтому Я готов с вами прощаться И сказать до новых встреч Сегодня выйдет еще один видос Я очень планирую Затем дурить Но не уверен Что у меня получится Поэтому давайте парни Спасибо за просмотр Хорошее настроение Аплодисменного года И всем пока